Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». С вами сегодня Ирина Чекунова. Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. А в гостях у меня сегодня сотрудники прокуратуры Тверской области. Сейчас всех наших экспертов представлю поименно. Итак, Юрий Владимирович Орлов, прокурор Московского района города Твери. Юрий Владимирович, здравствуйте. Екатерина Олеговна Немыкина, начальник отдела прокуратуры области по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами. Екатерина Олеговна, здравствуйте. Павел Сергеевич Велим, начальник отдела прокуратуры области по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики. Павел Сергеевич, добрый день. Добрый день. И Надежда Евгеньевна Богатырь, помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних. Надежда Евгеньевна, здравствуйте. Добрый день. Уважаемые друзья, начну с поздравлений. Дело в том, что сегодня среди участников нашего круглого стола руководителя прокуратуры, которая признана прокуратурой года 2019 года, Юрий Владимирович. Это прокуратура Московского района. Я думаю, что именно прокуратура районного масштаба, вот так скажем, на эту прокуратуру возложен весь пласт служебных задач и обязанностей, чего только не приходится выполнять и какими задачами только не заниматься. Давайте начнем с того, на чем было сосредоточено прокурорское внимание уже в прошедшем 2019 году. Вы правы. Как и все органы прокуратуры в своей работе прокуратуры Московского района охватывают надзорными функциями, нашими надзорными полномочиями практически все сферы правоотношений. Приоритетными, несомненно, являются наиболее острые такие, как, например, сфера ЖКХ. Всех граждан она, естественно, волнует. Проблем много? Вопросов много? Поступает каких-то жалоб от жителей района? Пожалуй, это наибольший объем обращений именно в этой сфере, которые поступают в районную прокуратуру. По крайней мере, в прокуратуру Московского района. Наши усилия средоточены в первую очередь на пресечении таких нарушений законодательства в сфере ЖКХ, как ненадлежащее содержание эксплуатации общего имущества собственников домов, неправомерное использование денежных средств, собранных собственников за коммунальные услуги, предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества. При этом принципиальная, вплоть до уголовно-правовой оценка дается нами по фактам ненадлежащих расчетов за потребленные энергоресурсы, ресурсоснабжающими организациями со стороны управляющих компаний. То есть таких обращений много относительно ненадлежащих расчетов? На сегодняшний день этих обращений стал от общего числа поступивших в сфере ЖКХ минимум, поскольку та карательная практика, в частности уголовная ответственность ряда руководителей управляющих компаний района, она возымела свое профилактическое действие. Состоялись многочисленные приговоры суда, люди осуждены в том числе и к реальным срокам лишения свободы, осуждались. И в целом на сегодняшний день практику нерасчета за потребленные энергоресурсы нам удалось переломить. Этих фактов крайне мало. А вот то, что люди устанавливают счетчики, энергосберегающие, это как-то влияет на то, сколько они платят, чтобы не начисляли лишнее? Вы понимаете, ситуация в том, что процент оплаты, собираемость платежей, она достаточно высокая. И все факты нерасчетов с ресурсоснабжающими организациями, они всегда были связаны с откровенным хищением собранных денег, когда руководство управляющей компанией их присваивало, растрачивало, обращало в свой доход и не перечисляло ресурсоснабжающим организациям. Поэтому как раз-таки со стороны населения эта проблема в наименьшей степени. Но на сегодняшний день следует отметить, что противоправные действия, в первую очередь уголовно-правовые и противоправные действия со стороны управляющей компании несколько трансформировались. На сегодняшний день стоит проблема в опосредованных формах хищения. Например, фальсификация документов, протоколов общесобраний собственников домов о выборе конкретной управляющей компании. Цель очень простая, управляющая компания пытается таким образом получить в свое управление на основе фальсифицированных документов дом наиболее привлекательный, требующий меньше затрат, тем самым увеличить свою прибыль. Вот, кстати, вы сказали относительно вот этого дела, ко мне обращались жильцы домов, наверняка вам это известно, по Бульвару Гусево и Октябрьскому проспекту, которые вот как раз говорят о фальсификации протоколов общих собраний. Занимаетесь этим делом, каким-то образом что-то будет сдвинуто с мертвой точки? Проблема для нас известная, по данной ситуации возбуждено и расследуется уголовное дело на основании собранных нами материалов проверок. Данное уголовное дело на контроле, мы, скажем так, держим здесь руку на пульсе и есть, конечно, есть со стороны органов расследования нарушения разумных сроков, мы на них реагируем и реагировали. И, конечно, будем эту ситуацию доводить до логического завершения. Здесь, скажем так, к расследованию этого уголовного дела, в этой ситуации задействованы все абсолютно заинтересованные ведомства, органы, КОЗ, жилая инспекция. Все, конечно, заинтересованы пресечь противоправные действия по данным домам. Но это ведь не единичный случай, да, как вы говорите, что если управляющие компании идут на такие подлоги? Ну, конечно, не единичные. В качестве примера можно привести факты фальсификации документов об оказании коммунальных услуг. То есть, вот эта строчка содержания ремонта дома предполагает, что собранные денежные средства, они должны быть потрачены, ну, собственно, целевым образом на то, чтобы содержать наше имущество на квартирном доме. И нами выявлен такой факт, на основании наших материалов возбуждено уголовное дело, тоже в настоящее время расследуется, когда управляющая компания, ну, откровенно фальсифицировала документы о якобы оказываемых вот этих работах в течение года. Как будто бы людей не видят. И таким образом обосновывала для последующего отчета факт траты этих денежных средств по данной строке. Но мы все такие факты отрабатываем, на все обращения реагируем. Еще раз повторюсь, оценка дается принципиальная, в том числе вот доуголовно-правовой. Юрий Владимирович, я предлагаю несколько позже нам продолжить с вами беседу относительно, наверное, тех же жилищно-коммунальных проблем. Павел Сергеевич, к вам вопрос. Какие направления надзорной деятельности в прошлом 2019 году для органов прокуратуры были приоритетными? Хотелось бы отметить, конечно, что приоритетными направлениями надзора, по практике скажу, что не остаются ни одни. То есть в любом случае все сферы всегда так или иначе в какой-то момент выходят на первый план. Но традиционно, конечно, это обеспечение социальных прав граждан, вопросы здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, как уже отметил Юрий Владимирович, вопрос обеспечения экономической и экологической безопасности. Что касается, если выбирать конкретные направления, ну, хотелось бы немножко остановиться на вопросах здравоохранения. Что наиболее близко людям? Конечно, всегда вопросы вот этих социальных гарантий, которые могут вызывать определенную социальную напряженность, выходят на первый план. И мы стараемся здесь быть на первом рубеже защиты этих интересов людей. В прошлом году в результате принятых мер прокурорского реагирования, допустим, там, по конкретным районам, если брать, там, в Бельском районе, были случаи, когда аптеки прекращали предоставлять лекарства льготные соответствующим категориям граждан. И вот в результате принятых мер взобновились предоставления соответствующих лекарственных препаратов. Извините, я вас перебью, Павел Сергеевич, у нас есть телефонный звонок, говорите в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Как вас зовут? Меня зовут Алексей Александрович. Ваш вопрос, Алексей Александрович. А? Ваш вопрос задавайте, пожалуйста, поскорее, потому что мы скоро выходим на перерыв. Господа прокуроры, скажите, пожалуйста, вот ГЖИ штрафует управляющих компаний за неисполнение своих обязанностей. Ну, ГЖИ, там, конечно, административная комиссия. Но ведь это наказание идет. И жители, которые собирают деньги на эксплуатацию дома, из этих денег снимаются деньги, как бы, с ГЖИ. С этого супроводящего компании. Она здесь справедлива. Она ничего не делает. И для нее, что она ничего не делает, платят жители. Вы поняли вопрос? Да, я не знаю, что у нас существует депутатство. Понятно. Алексей Александрович, спасибо. Мы поняли Ваш вопрос. Наверное, быстро очень ответим, потому что сейчас скоро выходим на перерыв. Давайте, поскольку нам не остановились, я сразу поясню. Если имеются случаи, когда штрафы все-таки управляющая компания платит с денежных средств собранных граждан на содержание или еще какие-то нужды, конечно, таким фактом будем давать соответствующие оценки, это неправомерно. Поскольку в строку содержания включены денежные средства, которые управляющая компания использует в качестве оплаты своих услуг, вот именно с этих денежных средств возможна оплата штрафа. Если штрафы касаются конкретных должностных лиц, то это, по сути, бюджет конкретного должностного лица, его личный бюджет. И с денежных средств управляющей компанией, либо ТСЖ, это сделать... То, что собрано с людей, туда нельзя совать свою руку, да? Да, все верно. Только из своего кармана. Все верно. Да. Уважаемые друзья, мы выходим на перерыв, на трехминутный, на перерыв на рекламу. Не переключайтесь. Через три минуты мы вновь в этой студии. Вот мы снова в эфире. Как раз мы возвращаемся в студию программы «Тема дня». Мы говорим сегодня с сотрудниками прокуратуры, уважаемые друзья, звоните 300-190, задавайте свои вопросы. Павел Сергеевич, мы говорили о приоритетных направлениях надзорной деятельности. Вы сказали, что важно все буквально для сотрудников прокуратуры. Как защищаются трудовые права граждан? Может быть, на этом сделаем основной акцент? Надзор именно, меропрокурорское реагирование. Конечно, значительные усилия в надзорной деятельности прокуроров сводятся к защите трудовых прав граждан, потому что мы тоже понимаем, что это в условиях, в том числе экономического кризиса, крайне важно обеспечить наличие в семьях определенного бюджета. И в результате, в прошлом году, в результате принятых мер прокурорского реагирования, удалось выявить и погасить в результате принятых мер более 140 миллионов рублей за должности по зарплате. И, конечно, полагаю, что эта работа отразилась и имела существенное значение для каждого человека, в пользу которого прокуроры принимали соответствующие меры. Что для этого нужно? Вот я знаю, что некоторые, может быть, боятся граждане обращаться. Ах, меня выгонят с работы, я больше этой работы не найду. Зачем я буду жаловаться на своего начальника? Что мы можем здесь пояснить людям? Вы знаете, мы это тоже понимаем, поэтому используем различные способы выявления такой латентной задолженности по зарплате. Проводим встречи как с трудовыми коллективами, так и анализируем статистику, которая может свидетельствовать в том числе по вопросам задолженности по налоговым платежам, по страховым взносам. Все это может свидетельствовать как раз о латентной задолженности по зарплате. И в результате удавалось все-таки такие случаи выявлять. И после уже того, как прокуроры такие факты вскрыли, уже и граждане, работники конкретных предприятий уже более охотно шли на сотрудничество и предоставляли необходимые и заявления, в том числе с целью судебного взыскания такой задолженности, ну и какие-то дополнительные объяснения и материалы. Наверное, и руководители лишний раз потом подумают, как вести себя в этой ситуации. Конечно, спектр мер защиты трудовых прав граждан, он всецелен, начиная от конкретных представлений об устранении и нарушении закона, заканчивая уголовно-правовой оценке действий или бездействий конкретных лиц. Поэтому имеется практика и возбуждения уголовного дела, и административное привлечение лиц к административной ответственности по факту задолженности по зарплате. Игорь Владимирович, по вашему району тоже занимаетесь вплотную этой работой? — Ну, конечно, как Павел Сергеевич верно отметил, для нас это один из наивысших приоритетов трудовые права граждан. Учитывая меняющуюся экономическую ситуацию динамично, конечно, эти факты не должны оставаться без внимания. Действительно, мы, скажем так, в этом году с подачи прокуратуры области на основании следующих методик перешли на выявление латентных фактов задолженности. И у нас по району такая практика сформирована. Более 50 граждан защищены нашими правами. В их пользу на основании наших заявлений взыскана задолженность по зарплате. Подчеркнула латентная задолженность, которая не фигурировала нигде. Более того, если говорить о трудовых правах, мы видим, что скрываются и факты производственного травматизма, имеются факты дискриминации. Такие тоже факты выявлялись в прошлом году. Да, и одиозный достаточно случай, когда Центр занятости направил гражданина для трудоустройства, и ему было отказано по мотиву несоответствия возрастной группе. То есть тот самый предпенсионный возраст? Именно так. И в данном случае мы также вмешивались и привлекали организацию к административной ответственности. Уважаемые друзья, у нас есть телефонный звонок. Говорите его в эфире. Здравствуйте. Как вас зовут? Владимир Алексеевич, меня зовут. Да, Владимир Алексеевич, очень быстро. По Октябрьскому проспекту 99, вот сейчас уже вопрос обсуждался. Да. Значит, по подделке по фальсификации подписей. Вот я к Юрию Владимировичу, наверное, адресую вопрос, уже подходил, да, вот на прием, и мне не очень понятны все-таки сроки по, значит, вот расследованию уже заведенных уголовных дел. Потому что вот в данный момент в ГЖИ поступают опять поддельные протоколы по ГУСИВ 46, октябрьский 99, уже, ну, не первый раз, да. Да, и никаких препятствий для вот Тверской коммуны, вот этой компании, да, которая из раза в раз подделывает протоколы, мы никакого противодействия не видим. Владимир Алексеевич, вас интересуют сроки, да? Мы, к сожалению, очень долго не можем. Да, меня интересуют сроки, да, 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 да. Мы что-то конкретное можем сейчас сказать Юрию Владимировичу Владимиру Алексеевичу вот по этому злополучному, по этим домам? Ну, как я ранее говорил, действительно имеются факты нами выявлены, зафиксированные, мы отреагировали на это, факты нарушения разумных сроков расследования данного уголовного дела. Мы дополнительные меры, несомненно, к понуждению органа расследования, к соблюдению прав граждан на доступ к правосудию и принимаем, мы будем принимать. Что касается тех вопросов, которые были обозначены с поступлением новых документов, полное взаимодействие с ГЖИ у нас по данному вопросу имеется, Кожелинспекция даже в силу обстоятельств, когда она вынуждена в силу регламента принять такие документы, тем не менее, всегда информирует нас, и мы соответствующую информацию доводим в орган расследования для дачи оценки в рамках уголовного дела. — Обратная связь есть какая-то? То есть вы принимаете решение, люди интересуются, чтобы они откуда еще черпать информацию, да? Каким-то образом доводите до людей? — Обратная связь, конечно, есть. И вот зритель... — Владимир Алексеевич. — Владимир Алексеевич также отметил это. Двери всегда открыты, день личного приема, четверг. Никакой проблемы прийти, приму, всегда, все выясним, если надо, что называется, онлайн в телефонном режиме в органе расследования, уточним какие-то обстоятельства, все пояснения, разъяснения мы, конечно, всегда дадим. — Я надеюсь, что сейчас услышали, какой день приема, да? — Четверг. — Теперь, наверное, еще больше людей будут обращаться. И несколько слов буквально по обманутым дольщикам. Какая у нас проблема существует, Юрий Владимирович? — Обманутые дольщики — это один из наивысших приоритетов для нас. Мы здесь с аппаратом прокуратуры области, с всеми заинтересованными ведомствами, это и Министерство обеспечения контрольных функций и подразделения администрации города плотно взаимодействуем и все нацелены на решение данных вопросов. На сегодняшний день нам удалось и мерами прокурорского реагирования, и участием в этой ситуации где-то фактически, скажем так, удалось по двум объектам эти вопросы решить. Один из объектов с обманутыми дольщиками был введен в эксплуатацию 30 декабря накануне Нового года. По второму объекту в пятницу с моим участием судом Московского района было постановлено решение признать дом оконченным строительством, и мы по вступлению решения в законную силу уже приступим к процедуре его регистрации и постановки на учет. Мы адресоможем как-то говорить сейчас, это не является тайной? Тайной не являются. Это Ореховая, дом 2, поселок Никифоровска, и улица Новая, дом 2, это микрорайон Южный. В настоящее время в ежедневном режиме мы осуществляем контроль за окончанием, точнее уже за вводом в эксплуатацию объектов по улице Коминтерна, это вот Коронапарк, жилой комплекс, там два дома. На завершающей стадии мы надеемся, что в этом месяце документы на уже ввод в эксплуатацию будут застройщикам поданы. Надежда Евгеньевна, работа с несовершеннолетними, тоже очень такой больной вопрос, тем более, что вот или снижается преступность, как можно профилактировать преступления, которые совершаются как в отношении детей и подростков, так и ими? На территории Тверской области 237 тысяч населения детского, что составляет 18,5% от общего количества, и каждый шестой ребенок у нас распитывается в многодетной семье. 4 тысячи остались без родительского попечения, 5 тысяч детей-инвалидов. Приоритет работы надзора в сфере несовершеннолетних это, естественно, защита социальных прав детей, как имущественных, так и личных неимущественных. В зоне повышенного внимания оставались вопросы обеспечения жильем детей и сирот, оставшихся без попечения родителей, вопросы охраны жизни и здоровья, оказания детям медицинской помощи, защиты прав детей и инвалидов. Останавливались актуальными вопросы при реализации национальных проектов «Демография». Всем известно, проблема наша с необходимостью обеспечения детей дошкольными учреждениями в городе Твери. Остаются также актуальными направления надзора в сфере профилактики, как Вы сказали, и асоциального поведения детей, и семейного неблагополучия, и профилактики правонарушений и преступлений. С кем здесь приходится работать? Наверное, здесь и с образовательными учреждениями, да, и со школами, и с техниками, с колледжами, да, со всеми, и с родителями прежде всего? Безусловно, и родительская аудитория тоже является, скажем так, нашими поднадзорными и все органы системы профилактики. Несмотря на снижение уровня подростковой преступности на протяжении трех лет, это один из главных направлений надзора. Каждое четвертое нарушение, выявлено прокурорами, оно относится к этой сфере. И вы спросили, с кем приходится работать, какие меры прокуратура, кроме выявления нарушений, может принимать в защиту прав интересов. Могу отметить, что в результате принятых мер по выявлению подростков, причисляющих себя к неформальным младежным объединениям, это сейчас модно и актуально. Все пытаются, дети, не сформировавшиеся личности, самоутвердиться в своем обществе. Не всегда у них это получается, не всегда... И не всегда в позитив, к сожалению. Вот я хотела сказать, не всегда в позитивы разработана была методика выявления этих подобных сообществ. И в связи с этой методикой, в поле зрения органов системы профилактики, попали подростки, их стало вдвое больше в связи с применением алгоритма данного. В настоящий момент с ними проводится индивидуальная профилактическая работа. Это большой плюс с детским населением. Мы их и разобщаем, и правильно формируем законопослушное поведение. Но тут же очень важно, да, еще чем-то увлечь подростка, да, наверное, не только чтобы он в компьютере сидел и гулял во дворе, но это и спортивные школы, какие-то кружки творчества, чтобы человек развивался личностью. Да, сейчас интернет очень, скажем так, широко используется детьми, они все в нем. Это как и плюс, так и есть определенные минусы в той информации, которую они исчерпают из данных сетей прокурорами, в том числе и прокуроры Московского района. Принимались меры реагирования по пресечению распространения этой сети интернет-информации, видеороликов с массовыми драками между детьми, избиением детей, сопровождающейся нецензурной бранью, а также информация, которая способна вызывать детей, у детей интерес и желание употреблять алкогольную продукцию, о способах, методах изготовления наркотиков и так далее. Ну, наверное, с детьми, да, здесь тоже особо нужен подход с детьми и подростками, так просто как норовоучением здесь уже, наверное, ничего не добиться. Здесь нужно как-то на уровень, не то что скатываться на уровень, но на равных, возможно, говорить с детьми, да, и владеть той же самой техникой современной. Да, конечно, и постараться быть в том числе авторитетным, чтобы эти мнения были авторитетными для подрастающего поколения. Но здесь я знаю, вы работаете в тесной связке с другими правоохранительными структурами, да, с тем же самым следственным комитетом и МВД по делам несовершеннолетних, да, наверное, здесь каждое такое сотружество идёт только на пользу, да. Екатерина Олеговна, несколько слов о поддержании государственного обвинения, потому что очень часто, встречаясь, вот бываю в судах практически несколько раз в неделю, вижу, что идут активно идут суды. Есть статистика, много ли судов прошло, много ли уголовных дел рассмотрено в 2019 году? Да, есть, конечно. Поддержание обвинения – это одно из основных направлений деятельности наших органов прокуратуры, поскольку закон так определил, что никто, кроме прокурора, ну и за исключением дела частного обвинения, не может поддержать обвинение. И никакие усилия органов расследования по выявлению преступления, расследованию, не будут эффективными, если в результате всё не дойдёт до своего логического завершения, и это дело не будет рассмотрено. А за каждым преступлением у нас стоит не только преступник, его совершивший, но и потерпевший, чьи права нарушены. И поэтому, участвуя в уголовном судопроизводстве, прокуроры преследуют цель в первую очередь защитить права потерпевшего, потому что он хочет потерпевшей получить достойное возмещение, причинённое ему вреда. Дел рассматривается масса, как верно отметили, в ежедневном режиме суды рассматривают уголовные дела. За прошлый год около 7 тысяч обвиняемых подсудимых перед судом предстало. 7 тысяч человек. Это только наша область. Вот в рамках Российской Федерации можете себе представить. 7 тысяч дел, 7 тысяч лиц, соответственно, за каждым стоит, как сказала, потерпевший, чьи права нарушены. И рассматривая эти дела, мы пытаемся обеспечить, в том числе, чтобы суд правильное решение принял. С нашей стороны обвинения прилагаются все усилия к тому, чтобы вынесен в итоге был законно обоснованный приговор, и потерпевший получил своё возмещение. Вот нововведение этого года, Екатерина Олеговна, это суды присяжных на районном городском уровне, да? Насколько тяжелее, возможно, легче стало работать, да? Ведь это же нужно донести до людей, которые далеки от уголовного криминального мира, да? Они абсолютно произвольно выбираются, да? Суть дела и ваша задача, что преступник понёс наказание. Конечно. Такая форма судопроизводства действительно нарабатывает свою практику в нашем регионе. Есть в прошлом году 4 дела всего рассмотрено судом присяжных, в этом году уже 7, ну почти в 2 раза, скажем так. Из этих семей только одно дело областным судом по делу областной подсудности и 6 в районных судах. Это разные районы, Старицкий, Бежецкий, Лихославльский, Торобинский, также в городе Твери рассматриваются. То есть уже стараются люди выбирать такое себе, да? Такое правосудие. Да. В прошлом году 10 обвиняемых заявили на первоначальное такое ходатайство, что они хотят воспользоваться правом, чтобы присяжные рассмотрели их дело. В надежде, наверное, на то, что присяжные смилостивятся. Расчёт, конечно, надо у них спросить, на что, оправдан ли он. Я полагаю, что в первую очередь в некоторых случаях есть, конечно, такой мотив, как присяжные непрофессиональные, юристы, они могут и в тонкостях не разобраться. В некоторых случаях главная позиция, наверное, мотив о том, что проявится нисхождение. Потому что если присяжный вердикт постановит о том, что да, виновен, не заслуживает нисхождение, назначается гораздо более мягкое наказание, чем мог бы понести, например, в профессиональном составе суда, если бы рассматривалось дело. Поэтому мотивы могут быть разные. Но вот из десяти лиц, которые сначала заявили такое ходатайство, некоторые передумали. Как я сказала, дел 7 рассмотрено. То есть решили, что нет, лучше пускай будет федеральный судья рассматривать. Потому что здесь не только есть плюсы, но есть и минусы. Ведь суд присяжных, скажем так, это для них, наверное, как можно сравнить с лотереей. Если присяжный постановит вердикт, что виновен, то потом сколько бы такой подсудимый или уже осужденный не написал жалоб, что присяжные неправильный вердикт вынесли, что он невиновен, и присяжные неправильно разобрались и оценили доказательства, такие жалобы не будут рассматриваться. Можно будет обжаловать суровость наказания, какие-то процессуальные моменты при рассмотрении дела. Но не в смысле вот виновен, невиновен. Поэтому это вот для подсудимых они передумывают. Да, нужно 10 раз подумать. А вот скажите, Екатерина Олеговна, работа гособвинителя, она каким-то образом претерпела изменения относительно того, что вот перед присяжными надо как-то больше им вникнуть, больше говорить, убедительнее, предоставлять себе доказательства. Ведь в чём-то суд присяжных это как театр. Конечно, конечно. Кто пересилит, да? Или защита, или обвинение. Конечно, это только изменения не только в работе гособвинителя, но и защитник совершенно по-другому себя ведёт. И у судьи другая роль и функция в процессе, у председательства, у судьи профессионального. Поэтому здесь совершенно другая форма судопроизводства. И мы как сейчас сами учимся, так и учим работников районных прокуратур участию в такой форме судопроизводства. Вот по тем делам, которые в прошлом году были рассмотрены, в каждом случае мы создавали группу гособвинителей. В неё включал один работник из числа прокуратуры области, опытный, который ранее уже принимал участие и представляет, как это делается. И работник второй из прокуратуры районного звена, который непосредственно участвует в процессе, приобретал навыки участия в такой форме. Поэтому это очень сложно. И здесь большая ответственность. Это же всё равно судьба людей. Какое решение будет принято? Это же судьба. Конечно. И ещё в 2019 году внесены изменения в закон, предусматривающий новый порядок кассационного обжалования приговоров. Он уже применялся, вот этот новый порядок, в чём он состоит на практике в нашей губернии Тверской? В чём вообще, в принципе, какие изменения внесены? С 1 октября прошлого года они вступили изменения в законную силу, внесённую в Главный процессуальный кодекс. Если раньше кассационные санкции для решений, например, районов судов нашей региона, кассационная инстанция располагалась здесь же, президент Тверского областного суда рассматривал кассационные жалобы, представления наступившего закону и силу приговоров, то теперь, законодатель так определил, то для нашего субъекта, для Тверской области, кассационная инстанция располагается в городе Москве. Второй – кассационный суд общей юрисдикции. То есть первая инстанция, апелляция здесь. Кассационный суд, да? Да. Ну, для мировых судей апелляционные инстанции районные и городские суды являются. Для судей районного звена высшая инстанция апелляционная у нас здесь в субъекте находится, Тверской областный суд, как вы сказали правильно. А дальнейшее обжалование уже переносится в другой субъект. Ну, это в целях, наверное, более объективности и независимости судей. Для нас это второй кассационный суд общей юрисдикции располагается территориально в Москве. И там некоторые другие регионы тоже к нему относятся. И разная форма обжалования теперь в связи с этим приговоров. Ну, буду говорить приговоров еще и постановлением, о прекращении иные. Те приговоры, которые вынесены до 1 октября по ранее действующему законодательству, они, жалобы на них рассматриваются в Москве, как я уже сказала, но остается такой двухступенчатый барьер, такое обжалование. Сначала судья единолично рассматривает доводы, жалобы и, признавая их законными обоснованными, передает их уже непосредственно на рассмотрение в судебном заседании. А те приговоры, которые вот сейчас выносятся после 1 октября, которые вступили в законную силу после 1 октября, все они уже полностью рассматриваются сразу же вторым кассационным судом общей юрисдикции непосредственно в судебном заседании. Так называемая сплошная касация. Но, тем не менее, для граждан, вот что хочется разъяснить, жалобы на эти приговоры, которые все равно подаются через суд первой инстанции. Вот если, скажем так, в Лихославле рассмотрено дело, то туда и направляется жалоба, а уже потом она с уголовным делом направляется в Москву на рассмотрение. Это вот этот весь порядок можно у вас на сайте, да? Да, у нас размещено. Все внимательно прочитать, да? Юрий Владимирович, где могут работники, вернее, жители, вот тексты самых, узнать о расходовании своих денежных средств, возвращаясь к тому же жилищно-коммунальному нашему многострадальному комплексу, да? Что правильно, куда поступают деньги, как они расходуются, это все каким-то образом открыто? Каким образом это происходит? Несколько способов узнать судьбу своих денег. В первую очередь, все управляющие компании, ТСЖ, ЖСК размещают информацию, предусмотренную постановлением правительства, на сайте ГИЗ ЖКХ. Кроме этого, по вопросам расходования денежных средств собственников, для управляющих компаний жилищным законодательством предусмотрена отчетность. Они обязаны отчитаться перед жителями, в том числе на общих собраниях. Ну и сам любой житель дома, он вправе соответствующие данные, путем обращения в управляющую компанию, ТСЖ или ЖСК, получить у них самих. И уже, исходя из того, что там будет отражено, оценить, а эти услуги реально оказывались или не оказывались. На самом деле, очень помогает и в нашей работе, когда граждане, скажем так, не просто обращаются с предположениями о том, что я считаю, что нам не оказывались услуги никакие, например, или плохо содержать наш дом управляющих компаний, а когда они уже владеют этой ситуацией, поскольку никто, кроме них, не знает, а уборщица прибирается каждый день в подъезде или нет. Ну это утрировано, да, пример. Ну то есть брать на карандаш каждый случай, да, каждый факт, которым человек видит нарушение, и если он еще проверит в своем доме, что делается? Да, и, конечно, вот все эти вещи связаны, все эти вопросы связаны с непромерным расходованием денежных средств, собранных жителей. Я ориентирую жителей нашего района, и в целом граждан, надо, несомненно, доводить до органов прокуратуры, до правоохранительных органов, для соответствующей проверки, поскольку, ну, есть особый порядок, да, вот у нас управляющие компании, управляющие организацией, иные формы, да, они считают, что все, что они собрали с граждан по строке содержания ремонта дома, это все их, это их прибыль. Есть такое у них ошибочное мнение, ну, это даже не ошибочное мнение, а это их убежденность. И сделали они, не сделали их, дальше мало, в городе случаев, интересует. Так вот, это совершенно неправильно. Не потраченные деньги становятся прибылью управляющей компании только в случае отсутствия претензий со стороны жильцов по этим деньгам. Поэтому каждый такой факт, конечно, мы в том числе проверим. Я обращаюсь вот сейчас, обратите внимание на то, что сказал Юрий Владимирович, уважаемые жители Твери и Тверской области, прислушайтесь и обращайтесь в прокуратуру. Павел Сергеевич, несколько слов об нашей экологии. Что в силах сделать с прокуратурой? Много ли вопросов поступают относительно экологических проблем? Конечно, экология всегда беспокоит граждан. В прошедшем году значительное внимание прокуратуры было сосредоточено на вопросах перехода на новую систему сбора и утилизации отходов. Наверное, все в курсе, что перешли к работе регионального оператора. И, к сожалению, не все сейчас пока удалось выстроить правильно. По представлению прокуратуры в прошедшем году была актуализирована территориальная схема обращения с отходами. Также по принятым мерам был снижен тариф, потому что неправильно были учтены некоторые значимые для тарифа экономические показатели. Причем достаточно существенно снизили более чем на 5 рублей. Я думаю, в разрезе всего субъекта. Я думаю, что... Да здесь вообще мы говорим, да, тут 5 рублей, тут 100 рублей. Здесь каждая копейка, наверное, цена для жителей региона. Мы не про непростую экономическую ситуацию живем сейчас, да, и поэтому чем больше человек сэкономит, чем больше вы ему поможете сэкономить и уберечь денежных средств, тем будет просто на благо всего общества. При этом также управляющие компании, которые ранее собирали денежные средства, некоторый период времени злоупотребляли отсутствием, наверное, или информации, либо осведомленности граждан о порядке сбора таких средств. И выставляли... Были установлены случаи, когда выставлялись квитанции на оплату утилизации отходов в строке содержания. Вот они все были, такие случаи пресечены. И в целом по области установлены права 10 тысяч граждан. Перерасчеты произведены практически на миллион рублей. Денежные средства, по сути, были им возвращены. Экология, это же еще и ликвидация свалок, вернее, где живешь, там не мусори? Конечно. Традиционно эту работу проводят прокуроры. Мы здесь в тесном взаимодействии находимся как с нашими коллегами с природоохранной прокуратуры, так и с общественными объединениями. Допустим, есть интерактивная карта свалок, которую Народный фронт публикует, и мы здесь с ними также на коротке стараемся взаимодействовать. Прокурорам соответствующие сведения направляем и их ориентируем на местах, знакомиться с таким интерактивным ресурсом, отрабатывать и предоставлять гражданам достоверную информацию о том, какие меры приняты, и самое главное, о их результатах, чтобы конечные результаты себя долго не заставляли ждать, и конкретные свалки отходов, которые чаще всего вызывают возмущение граждан, они были ликвидированы. Ну, конечно, если ты живёшь, допустим, рядом с лесом, который ты ходишь, который тебя кормит, где ты отдыхаешь, там появляется свалка, здесь тоже надо фиксировать, да, по возможности, кто, если сбрасывает на ваших глазах какой-то, да, грузовик или что-то, где происходит, и с этими, с этими данными уже обращаться по месту жительства в прокуратуру? Конечно. Обязательно мы здесь всегда с себя ответственность не снимаем, хотя есть и органы, и экологического надзора, и жилищного контроля, которые также задействованы в вопросах противодействия этих правонарушениях. Ну, и со своей стороны, как я уже сказал, прокуроров ориентируем, понимаем значимость обеспечения законности в этой сфере, ну, и надеясь, что нашу работу также люди видят. По крайней мере, мы стараемся все для этого делать. Но при этом надзор в сфере экологической безопасности не ограничивается вопросом обращения с отходов. Значительное внимание уделялось вопросам противодействия лесонарушениям, вопросам обеспечения законности в обороте объектов животного мира, охраны водных биологических ресурсов. То есть спектр здесь также надзорного внимания был направлен на все сферы, которые так или иначе обеспокоили. И еще один вопрос вот мне задавали относительно того, что способствуют ли принятые меры развитию предпринимательства в нашем регионе, потому что, возможно, контролирующих очень много каких-то методов, да, контроль. А вот как вся эта работа способствует тому, чтобы в нашем регионе процветало предпринимательство? Конечно, мы строим, наверное, такую, в первую очередь, философию надзора, основывая на том, что предприниматели — это двигатели экономики. Поэтому и прокуроров ориентируем всецело защищать бизнес, который находится в правом поле. Это, конечно, не какие-то там серые предприниматели, которые стараются работать, выстраивать бизнес и платить налоги. При этом, ну, апеллируя конкретными цифрами, скажу, что только по принятым мерам прокурорского реагирования предпринимателям выплачены, ранее неоплаченные, исполненные государственно-муниципальные контракты на общую сумму 53 миллиона рублей. Полагаем, что, конечно... Это вот мы говорим за 2019 год? Да, конечно, это все в прошедшем году. Ну и в текущем мы уже эту работу начали. Мы стараемся ежемесячно эти показатели анализировать и принимаем меры, которые позволили и уже восстановить нарушенные права предпринимателей, ну а также стараемся мерами прокурорского воздействия обеспечить необходимую экономическую среду и правовую среду, которая позволяла развивать предпринимательство. То есть это вопросы исполнения законодательства об инвестиционной деятельности, о поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Российской Федерации. Это вопросы исполнения органов местного самоправления и государственной власти функций, помощи, как информационно-материальной и другой поддержки. И здесь надеемся, что наши усилия будут способствовать повышению инвестиционного рейтинга региона, который по разным оценкам варьируется. Но мы пока, к сожалению, не в лидерах, но делаем все, чтобы эту ситуацию поправить. Ну при такой работе, про которую вы рассказываете, да, очень интенсивная работа, задач очень много. Екатерина Андреевна, кстати, вот когда вы начали говорить про уже уголовные дела, где сотрудники прокуратуры представляют гособвинение, каково больше подсудимых, какой категории, которые признают то, что вменяется им, или все-таки оспаривают обвинение? Ну если исходить из статистики за прошлый год, например, то у нас больше 60% рассмотрено дел, где применялась так называемая упрощенная форма судопроизводства. Что это такое? Это когда подсудимый признает вину, не оспаривает предъявленное виние? Особый порядок. Да, особый порядок. И суду нет необходимости исследовать доказательства, чтобы доказать его вину. Человек, признавая вину в полном объеме, соответственно, в свою очередь получает более мягкое наказание, чем могло бы быть ему назначено, но в то же время и потерпевший скорее получит возмещение. Приговор ступит законную силу, и может быть до вынесения приговора подсудимый ему возместит причиненный ущерб, и тогда это тоже будет предназначение наказания учтено. Либо после приговора, соответственно, по судебному решению потерпевший получит свое возмещение. Кроме того, признают вину уже не только те, которые непосредственно в статусе подсудимого. У нас еще такая новая форма в уголовном процессуальном законодательстве предусмотрена как применение судебного штрафа. Что это такое? Это такой сравнительно, скажем так, новый институт, но он все более активно развивается. Когда виновный совершил притупление впервые, какой-то не относящийся к категории тяжкого, либо особо тяжкого, и полностью возместил причиненный потерпевшему ущерб, тогда он может ходатайствовать о том, чтобы дело в отношении его было прекращено, и ему суд назначит штраф, который он уплатит в бюджет, но при этом он избегает такого негативного последствия, как судимость. Потому что все знают, что судимость негативно отражается, ну, например, на карьере, на трудовой деятельности. Да, на кругом негативно отражается, конечно. Юрий Владимирович, буквально у нас несколько секунд остается в эфире. Что Вы посоветуете людям, очень много вопросов им не поступает в патрульную службу, относительно нарушения закона о тишине. Вот что является нарушением закона, потому что, говорят, где-то лает собака у соседей, где-то передвигают мебель, где-то громко звучит музыка, куда обращаться? Что касается закона о тишине, На сегодняшний день установлен период, когда должна соблюдаться тишина. Это закон Тверской области. В будние дни с 23 часов до 7 утра, в нерабочие выходные дни, в праздничные дни с 23 часов до 10 утра. Перечень всех тех, скажем так, возможных нарушений, которые подпадают под действие этого закона, он там исчерпывающе изложен. Ну, например, это строительные работы. Ну, дрели и прочие, да, и молотки. В то же время, например, не относится и прямо указано в законе уборка города к действиям, нарушающим закона тишине. А громкая музыка из-за веселительного заведения? Да, несомненно. Использование в этот период аудио, видео, иной аппаратуры, да, все это относится к нарушениям закона тишине. Куда писать людям? Необходимо обращаться в полицию. Органы внутренних дел должны зафиксировать этот факт, собрать материал, после чего передадут в органы административной юрисдикции, административную комиссию органы исполнительной власти по территории, например, в муниципалитете, которая уже рассмотрит непосредственно само административное дело и назначит наказание. Уважаемые друзья, завершаем. Надежда Евгеньевна, буквально несколько слов обращения к родителям Вашим. Ну, хотелось бы отметить, что родители являются прежде всего самыми авторитетными людьми перед своими детьми. И если есть проблемы по защите прав детей в сфере образования, в сфере их каких-то иных прав, Вы можете всегда обращаться в прокуратуру и за разъяснением требований законодательства и за принятием мер прокурорского реагирования. Просто за помощью, да, уважаемые друзья? Наверное, это будет пожелание от всех Вас, да, потому что Вы открыты, да? Как вот Юрий Владимирович сказал, четверг, да? Так можно к его сотруднику, наверное, областной прокуратуры тоже записаться и прийти? Ежедневно, у нас ежедневно осуществляется в рабочее время прием в областной прокуратуре по всем вопросам и никогда не было проблем с тем, чтобы не принял начальник структурного подразделения по той тематике, которая возникает у граждан. Спасибо Вам огромное. Плодотворные Вам работы во благо жителей Тверского региона. Спасибо. До свидания. До свидания.